В течение суток бригады скорой медицинской помощи курорта успевают обслужить до 380 вызовов. И это еще не самые большие показатели. В это же время в прошлом году поступало до 500 вызовов. Это всегда очень ответственный момент для всех служб города, особенно для экстренных. Конечно, нагрузка на нашу службу очень увеличилась. Количество вызовов увеличилось где-то в 2,5 раза. Также возросло количество обращений по поводу несчастных случаев, потому что лето, много людей проводят времени на открытом воздухе. Но службы справляются. В разгар сезона круглосуточно работает 18 бригад. В вечернее время и выходные дни выходят дополнительные бригады. В течение 20 минут служба уже на месте экстренного вызова. Ежегодно мы привлекаем для работы в курортный сезон сотрудников скорой помощи других регионов. Для этой работы город выделяет дополнительные денежные средства по специальной программе. За счет этого мы имеем возможность пригласить врачей и фикшеров других городов. Жильем предоставляется бесплатно. К нам едут работать медики из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Новосибирска, Архангельска и Новокузнецка. А некоторые остаются насовсем. Но работы у службы номер один все равно много. К сожалению, культура пребывания и отдыха на пляже остаются не на высоте. И у многих наших сограждан. Поэтому на пляже они находятся с раннего утра до позднего вечера, в том числе в самые жаркие моменты. И дети в том числе не всегда головы защищены головными уборами, недостаточное количество воды. И вот нахождение такой целый день на пляже в разгар солнечной активности приводит к тому, что тепловые удары возникают, солнечные ожоги. Не стоит халатно относиться к здоровью своему и ваших детей. Пребывание на пляже должно быть разумным. Воздержаться от похода к морю с 12 до 15 часов дня. И банальное, но справедливое замечание медиков – мыть руки. Тогда и вызывать скорую помощь не придется.